Ни за что не держусь, ни о чем не прошу, ничего не ожидаю. Есть возможность больше почитать, больше подумать, больше помолиться, больше пообщаться с людьми, которых иногда не удавалось часто видеть из-за административных и иных обязанностей. Но на самом деле чувствую себя свободным человеком, совершенно неожиданно осчастливленным тем, что свалилось большое количество повседневных рутинных обязанностей. Но при всем при этом я не хочу, конечно, уходить ни в какие затворы, ни в какое белое безмолвие. Буду говорить, что считаю нужным всему обществу и всей церкви, в том числе о том, что в обществе, в государстве и в церкви нужно изменить. А изменить нужно очень многое, потому что если будем находиться в застое, если будем связывать будущее только с отдельными личностями, нас обязательно ждет катастрофа. Ну, я 30 лет провел в церковной бюрократии, наверное, достаточно. Почти 7 лет провел вот на этой должности председателя отдела по взаимоотношениям церкви и общества. Более чем достаточно. Я вообще не считаю, что нужно больше 5 лет сидеть на какой-либо церковной должности. Но теперь, да, появляется больше возможности говорить. Еще раз, я ни за что не держусь. Считаю, что мой голос не менее важен, чем какой-либо другой голос, включая голос Святейшего Патриарха. И надеюсь, что буду услышан. Потому что убежден, что то, что я говорю относительно преобразования в церкви, разделяет огромное количество людей. Я не одинок. Пусть не все высказываются, пусть некоторые молчат и боятся. Но на самом деле, относительно управленческих вопросов, уж точно со мной согласны сотни священников, в десятки епископов, в десятки тружеников Центрального Церковного Аппарата. Нужно просто, наконец, выводить дискуссию из стадии разговоров в коридорах или за бутылкой вина в стадию предложения, обсуждения и принятия системных решений.